В редакцию нашей телекомпании обратились жители дома номер 9, корпус 1 на улице Космонавтов. Ранее это здание являлось общежитием. Сейчас у каждого жильца здесь есть своя квартира. Долгие годы людей беспокоят проблемы, которые происходят в их доме. В подъездах и коридорах нет освещения. Повсюду висит местами оголенная проводка, шатаются прогнившие полы. И даже вырубленные вокруг дома кустарник и деревья никто не убирает. Кроме того, во всем доме развелась живность. У нас толпами ходят тараканы. Тараканы ходят как днем, так и ночью. Ночью их, конечно, в разы больше. С учетом выхода из дома ранним-ранним утром, идешь и просто хрустит все под ногами. Вот до такой степени большое количество тараканов. Помимо тараканов в этом доме развелись клопы в бешеном количестве. Клопы есть практически в каждой квартире. Люди травят все, чем кто только может. Вызывали СЭС, вызывали подручные какие-то способы, опять же, частные организации, которые занимаются травлей. Никто не может дать никакую гарантию больше, чем на 30 дней. Юлия Репникова живет здесь полтора года. За это время она выкинула и сожгла уже два дивана, потому что в них завелись насекомые. Сейчас ей приходится каждую неделю обрабатывать квартиру для того, чтобы клопы не появлялись вновь. В других квартирах насекомые проживают годами и кусают жильцов. В управляющей компании заявили, что уже проводили санитарную обработку помещений, в том числе и от тараканов. Хотя жильцы говорят о том, что этого не было. Мы по данному адресу уже неоднократно проводили обработку мест общего пользования от насекомых. Но это не дало никакого результата, потому что только обработка совместно квартирами жителей даст какие-то результаты. Соответственно, квартиры жителей мы обрабатывать не будем. Жильцы согласны на единовременную травлю насекомых и грызунов. Но даже уборки в своих подъездах они не замечают. В доме есть проблема с отоплением, в некоторых квартирах не греют батареи. А недавно дом вовсе на целые сутки остался без холодной воды. Горячее водоснабжение к нему не подведено. на ограничение по коронавирусу, говоря о том, что прием граждан запрещен. Если вы уже проникли к нам в помещение, не выгонять же вас. Пожалуйста, или обработайте руки нашим средством, которые у нас приходят, или оденьте защитные перчатки. Претензию приняли после того, как Юлия надела перчатки. После ее визита туда стало известно, что вырубленные кустарники и деревья управляющая компания вывезла. Но пакеты с листвой, лежащие у дома, остались на месте. Также стало известно, что представители управляющей организации отправились в дом, чтобы вкрутить лампочки в подъездах. Однако о решении других вопросов речи пока не идет. Жильцов беспокоит подвальное помещение. Очень долгое время вообще канализация, весь сток со всех пяти этажей сливался просто в подвал. Все стоки уходили просто в землю. Затем трубы попытались отремонтировать. Там сделали просто какую-то трубу, подпорку поставили и все. И они даже, я вот сама слышала, они слесаря сказали, это ненадолго. Сейчас земля в подвале остается влажной. Оттуда исходит неприятный запах. От влажности в квартирах появилась плесень и начали проседать полы. Опасно. Более того, есть полы, где они поднимаются. Как сказал сосед, верно подметил, полы гуляют. То есть пройти на шпильке по такому полу невозможно. В управляющей компании считают иначе. То есть можно там упасть, сломать ногу? А что нет? А что да? Вы считаете, что полы там в порядке? Я считаю, что полы там в порядке, пригодны к эксплуатации. Кроме того, руководитель управляющей компании уверен, что сломанных бетонных ступенек, из которых торчит арматура, в доме нет. Также его не волнует оголенная проводка, залитая водой с крыши. Что сломаны бетонные ступеньки? Вы сами-то понимаете, о чем говорите? Я вам не верю. У меня нет ни одной заявки на течь кровли. Я не верю, что там течет крыша. Жильцы дома уверяют, что крыша в доме протекает регулярно. Возможно, в управляющей компании действительно об этом ничего не знают, поскольку сотрудники организации даже не могут попасть в подъезды, говоря о том, что у них нет ключей от домофонов. Они звонят жильцам, чтобы жильцы спустились и встретили слесарей, электриков и так далее. Смотря кто кого вызывает самостоятельно, они не заходят в подъезд. И аргументируют тем, что у них нет доступа. Один подъезд в этом доме вовсе заблокирован. От него нет ключа. Дверь входит в состав примыкающего строения. Сейчас это столовая. Жильцы предполагают, что из нее тоже могут приходить тараканы. Как добиться открытия третьего подъезда, жильцы не предполагают. В целом, жильцы уже обращались в жилищную инспекцию. По мнению жителей, управляющая компания не работает на благополучие жильцов. При этом людям хотелось бы жить в хороших условиях. Ведь район проживания их полностью устраивает. Они любят местный парк. Здесь много школ и есть бассейн. Возможно, все проблемы можно решить сменой управляющей компании. Это решение могут принять сами жители на общедомовом собрании.